МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа События в студии Лариса Шлафаст. Смотрите в этом выпуске. Современные технологии на страже порядка. Заявить о нарушениях в единый день голосования сможет любой житель региона. Опасные заболевания не пройдут. Россельхознадзор проверяет сады области. Просьбы жителей услышаны. Благоустройство дошло до улицы Крайняя. Остановить распространение опасных заболеваний основная цель проверок Россельхознадзором садов Самарской области. Дачные массивы исследуют на наличие двух карантинных заболеваний. Шарко сливы и ожог плодовых. Они не характерны для 63-го региона. Предположительно, болезни завозят вместе с импортными саженцами. Зараженные деревья со временем истощаются и погибают. Сейчас отобраны образцы, анализ которых подтвердит или опровергнет наличие этих заболеваний. Специалисты реагируют на заявления дачников и высылают бригаду, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Мы приехали для того, чтобы также провести осмотр деревьев, отобрать образцы, чтобы экспертиза уже показала, действительно ли есть какие-то опасные заболевания деревьев, для того, чтобы мы могли донести эти сведения как раз до тех людей, которые здесь живут. Сдвинуть дело с мертвой точки. Жители поселка Управленческий добились ремонта старых внутриквартальных дорог, лестниц и детской площадки. История о том, как не стать крайним, живя на улице Крайне, в репортаже Валерии Макаровой. Вот по такой лестнице местные жители каждый день водят своих детей в детский сад. Что здесь творится зимой, представить, наверное, легко. Всего таких лестниц здесь четыре штуки. И состояние у всех примерно одинаковое. Ремонт именно этой лестницы, самой проходной, начинается буквально на днях. Другие вопросы обсуждают на общем собрании жителей, общественников, представителей администрации и управляющей компанией. Ремонта требует и внутриквартальная дорога, и детская площадка, наследие еще советских времен. Написали, что устранить. Вот качалка балансира, она вообще не современная, она металлическая, там вообще пораниться можно. И мы уж выбирали самые дешевые, попроще, по совести. Но нам сказали, да нет, вроде и денег хватит, и даже можно получше, пообещали. Поставлены были конкретные сроки для реализации тех или иных вопросов, пускай и промежуточные. В присутствии жильцов администрации и районы, и другие службы заявили, что они в течение какого-то срока сделают готовы, отчитываются. Общественники обещают следить и дальше за судьбой этого двора. По их словам, главное, чтобы жители домов на улице Крайне больше не чувствовали себя крайними. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Долгожданный ремонт. У 192-го дома по улице Советской армии обновляют дорогу. Это внутриквартальный проезд. Стал одним из 60 ремонтируемых в этом году. Сейчас на 39 объектах работы уже завершены. Каждый этап ремонта под контролем специалистов и общественников. За ходом ремонта следил и Андрей Горгуленко. Теперь путь к детскому саду номер 8 будет ровным и гладким. И родители, и жители соседних домов дождались обновления внутриквартальной дороги. Раньше приходилось ездить по ямам, оставляя в них запчасти автомобилей. Оставляли, конечно, и пробивали. И бампер задевал. Дорога была в удручающем состоянии. Ездить было по ней невозможно. Сейчас, слава богу, сделали. Все жители довольны. На улице Советской армии 192 трудится бригада из 10 человек и несколько единиц техники. Гудранатор, асфальту кладчик и три катка. Подрядчики соблюдают шумовые нормы и прекращают работы до 9 часов вечера. На участке в 1700 квадратных метров провели все подготовительные работы, после чего уложили основное покрытие. В готовительные работы, да, разборка покрытия, фрезерование. Вот у нас там сейчас на посещении Советской армии и дворовой территории данные разборка выполнена. Поэтому мы сейчас туда вставляем асфальту кладчик и начинаем восстанавливать покрытие асфальтно-бетонное. Подрядчик дает пять лет гарантии на выполненные работы. Участок для ремонта был выбран не случайно. Помимо обращений жителей, на выбор повлияла близость учебных заведений. На основании того, что здесь находятся социально значимые объекты, такие как детский сад, школа и так далее, поэтому необходимость ремонта данного участка дороги была высокой. В связи с чем был этот адрес включен дополнительно в адресный перечень ремонта дорог согласно муниципальному контракту. Отвезти своих детей в садик и в школу. По новой дороге жители смогут уже 1 сентября. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Заявить о нарушениях на участках в единый день голосования сможет любой житель региона. В этом году в Самарской области впервые создадут общественный штаб. В помощь ему современные технологии. За работой избирательных комиссий можно будет не просто следить через видеокамеры, но и посмотреть данные в записи. Подробности в репортаже Алины Чемерес. В преддверии единого дня голосования все силы общественников и правозащитников направлены на то, чтобы обеспечить честные и доступные выборы. Комиссия, в которую входят члены Совета по правам человека и Организации по защите избирательных прав, будет работать в регионе вплоть до 18 сентября. Эксперты будут встречаться с кандидатами и работниками избиркома, выслушивать жалобы и предложения, касающиеся хода предвыборной кампании. Одна из главных задач, чтобы на участки смогли прийти все, включая маломобильных граждан. Я вот вчера встречался с киком одного небольшого города, и мне говорят, что на 16 участках, где, к сожалению, не получается, и не успеваем, и нет средств для того, чтобы обеспечить пандусами, доступностью, но там будут работать волонтеры. То есть, да, опять же, их надо найти, неравнодушных людей привезти, для того, чтобы маломобильным группам населения была оказана помощь. Поэтому я оцениваю, как и работу избирательной комиссии всех уровней в Самарской области, как достаточно положительную. В этом году следить за законностью выборов смогут все желающие, создадут так называемый общественный штаб. На участках установят видеокамеры, и теперь можно будет не просто наблюдать за тем, что происходит в пунктах голосования, но и сразу же докладывать о замеченных нарушениях. Будет организовано не просто видеонаблюдение, а видеонаблюдение с возможностью просмотра записанного сигнала, то есть в течение некоторого необходимого и достаточного времени можно будет вернуться к тому, что произошло на избирательном участке, отсмотреть, передать конфликтной комиссии, которая тоже будет работать в рамках этого проекта. Чтобы выборы были прозрачными, на участках будут дежурить наблюдатели от политических партий и кандидатов. На стражу порядка в пунктах голосования встанут сотрудники силовых структур. Мы работаем в режиме онлайн в период выборов, в период единого дня голосования. Создаются рабочие группы, дежурят прокуроры, работники прокуратуры на местах. Если кто-то увидит нарушение закона, то, соответственно, в этот день любой работник прокуратуры в праве обязан принять, рассмотреть. Выборы в Самарской области пройдут в единый день голосования, 18 сентября. В регионе откроется более полутора тысяч избирательных участков. Чтобы сделать свой выбор смогли как можно больше людей, пункты для голосования оборудуют в больницах, СИЗО, аэропортах и на вокзалах. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре будет ограничено движение по ряду внутриквартальных проездов. С 31 августа до 10 сентября будет закрыт для проезда автотранспорта Марсовый переулок на участке протяженностью 30 метров в районе дома номер 67 по улице Гагарина. Кроме того, с 6 сентября до 18 сентября ограничение коснется и движение по ключевому проезду на участке протяженностью 50 метров в районе дома номер 128 по улице Революционная. Это связано со строительством газопровода. В Самарской области построят 12 многофункциональных дорожных кемпингов, которые будут включать АЗС, станции техобслуживания грузовиков, гостиницы, магазины и кафе. Предполагается, что на реализацию данного проекта будет выделено примерно 6 миллиардов рублей. Кемпинги хотят построить в Сызранском и Красноярском районах на трассе М5 Урал и на дорогах Р-226 и Р-228. На земельном участке в селе Уваровка Сызранского района уже ведется проектирование, а начало строительства назначено на 2017 год. В Самарской области суд закрыл сайты, на которых продавали водительские права. Неограниченный доступ к ресурсам имели все пользователи сети. Чтобы устранить все нарушения, прокуратура Чапаевска направила в суд 5 заявлений. В следующее воскресенье, 11 сентября, между Самарой и Сызренью по Волге начнут курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Восход». Суда будут ходить ежедневно по одному рейсу и в каждую сторону, а в выходные по два рейса. Вместимость теплоходов данного класса составляет 70 человек. Билет будет стоить 450 рублей, а время в пути 2 часа 15 минут. В ночь на 30 августа синоптики зафиксировали минусовую температуру в Самарской области. В Алексеевском районе температура понизилась до минус 0,5 градусов. Таким образом, этот день стал самым холодным с 30 августа 1989 года. Тогда столбик термометра опустился до 1 градуса. Открытое небо, открытые сердца. В Самаре проходят концерты на свежем воздухе. Музыку народных инструментов можно услышать в городских парках и скверах. Артисты, местные приглашенные, уже дали почти два десятка концертов. Когда и где можно прикоснуться к народному искусству, узнала Алина Чемерес. Музыку из кинофильмов жители слушают в парке Щерса. На этот раз, кроме самарских коллективов, на фестиваль «Открытое небо, открытые сердца» выступает солист из Саратова. Бас Вячеслав Черногоров в Самаре поет впервые. Говорит, стоять на одной сцене с музыкантами такого высокого уровня – большая творческая удача. Я еще ни разу не выступал с такими профессионалами. Очень приятно работать с ребятами. Просто высший класс. Мне хочется радовать людей больше всего. Мне хочется видеть улыбки на их лицах. Мне хочется, чтобы они чаще выходили и слушали нас. Чтобы не сидели дома. Концерт по телевизору – это обычно, а концерт внезапный на улице. По-моему, это очень здорово и приятно. В этом году концерты на свежем воздухе посвящены Году кино и 130-летию со дня основания Великорусского оркестра. Всего у музыкантов запланировано более 30 концертов в разных скверах и парках города, а также на партнерской площадке одного из молов. Фестиваль «Открытое небо. Открытые сердца» уже в четвертый раз проходит при поддержке администрации Самары. Это один из самых ярких городских проектов в сфере молодежной политики. Главная задача в фестивале – укрепление народного единства и приобщение подрастающего поколения к исконным традициям, прежде всего народной музыке. Это истоки, это то, к чему тянется душа народа. И, конечно, когда народ знает свое духовное наследие, свое музыкальное наследие, то, во-первых, есть чем гордиться. Поддержка молодых талантов в приоритете у городских властей. Программа «Молодежь Самары» направлена на то, чтобы раскрыть творческие способности артистов и дать шанс их проявить. Тому, что теперь есть возможность послушать талантливых музыкантов под открытым небом, радуются жители. Для многих стать случайным свидетелем концерта – приятная неожиданность. К сожалению, у нас нет возможности сейчас ездить в филармонию или на какие-то концерты, а здесь в общем доступе. Причем это совершенно бесплатно, всем желающим можно прийти, послушать, насладиться музыкой, превосходной музыкой на самом деле. Душа поет. Завершающий концерт фестиваля «Открытое небо, открытые сердца» пройдет 1 сентября в парке Металлургов. Но на этом музыкальный марафон не заканчивается. С октября концерты начнутся в городских домах культуры. Расписание можно посмотреть на сайте Самарской филармонии. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Это еще не вся картина дня. Сейчас к эфиру готовятся следующие материалы. Сегодня на нашем телеканале в 19.00 в рамках мультимедийного проекта на связи с губернатором в эфир выйдет прямая линия с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Темой программы станет промышленность Самарской области. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова